Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 794. События дня. Эпигры взят. Откровение 22.17. И дух и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Вот здесь что? Откровение 22.17. Двоеточие должно быть, а система не пропускает. Там название ролика я поставлю. И дух и невеста говорят, двоеточие, тоже она не пропускает. Приди, восклицательный знак, тоже не пропускает. Вот только в одном предложении 4 скажет, двоеточие, приди, восклицательный знак. 5 знаков я должен здесь так пропустить, а потом в другом месте. А то некоторые не понимают, почему это вдруг через тире. Неправильно. Ну по-другому нельзя. Это за 15 февраля 2018 года было встретение Господне. На 40-й день после Рождества Христова. Так, Юрий Соболев. Спаси Христос. А я сейчас, Игнатий Тихонович, знакомлюсь с материалами, связанной с травлей отца Владимира Головина. Хотя сейчас, кажется, эта оголтенность идет на убыль. Хочется самому разобраться. Так как упомянутый батюшка, при всем прочем, мне нравится. Пока не вижу это так. Пока же вижу. Пока же вижу это так. Где Нэ? Ты же взрослый, считаешь хорошо. Вот я должен следить. Пока не вижу. Это абсолютно другой смысл. С первого дня ты это делаешь. Это изнутри у тебя идет, Никита. Другой смысл. Не сам ты делаешь это. Пока же вижу это так. Очередная травля живых священников со всеми их недостатками и достоинствами. И выдвижение в авангард абстрактно-фарисейской позиции. В кавычках. Мы-то без личного местоимения в этом контексте. Уж точно не такие. А ниточка, ее конец в этой истории тянется, как это предсказуемо, Александру Сетковеткину. Это подзаборный или как его фамилия? Это придворный или как? Дворкин. А, Дворкин. Вот оно что. Я знаю, что-то собачье такое. В подворотню лазит. Скольких людей он перессорил. Никому не удавалось за всю мировую историю стольких людей перессорить. В мирное время. Это знаковая фигура. В чужие дворы влазить. Еще не видел. Сколько я об этом писал, говорил. Вот какое дело. Ну и вот, конечно, это важно. А хотите узнать настоящее, как это нужно было? Сейчас я немножко уйду и зайду вот в мой мир. В мой мир. И здесь, сейчас мы быстро найдем. Вот здесь чуть-чуть маленечко. Вот, сайт Кристине. Вот я его нажимаю. Ага. Вот радости вам. Это пишет Максим Степаненко. И вот дает он ссылку. Я ее нажимаю. Посмотрите, как у него. Кристине. И главное, Кристине. Название. Ну, он появился позже моего названия. Это у меня и в книгах везде. Кристине. Только у меня вместе. А вот так вот. Миссионерский апологетический журнал. Почему я не опубликую на проекте Кристине новопашинскую критику про Таирея Владимира Головина? Вот отсюда начните считать. Вот я показываю вам. Найдите. Зарядите. Апологетический журналы найдите. Он об этом говорит. Это новопашин, который раздувает это все. А он с ним хороший был. Максим не посмотрел на эти нарушенные. И кто они такие? И отсюда я сделаю несколько выдержек, которые он говорит про меня тоже здесь. Посмотрите, сколько вот я. Смотрите, какую статью написано. Вот это Игнатия Лапкина, Ассектанте. Даже можно было бы даже прочитать немножко. Но потом прочитаем. А я отсюда взял, умножил, увеличил. Все. Вот я буду протягивать. Вот посмотрите, сколько написать надо. И вот ссылки, это синие, нажать и появится. Вот. Например, небезызвестный блядский скандал. У нас нет будущего. Сколько у нас блудников. Это его статьи. У него эта тема очень хорошо развита. И он мне скинул этот материал. Я тут, говорит, тоже встрял. И вот теперь я передвигаю. Посмотрите. Это Аголовине. Все эти снимки собрать надо. Дальше. Что? Кто заступается, кто говорит. И вот он. Мнение. Обгадить или по-братски вразумять человека. Нападает. И когда они нападали, эти, говорит, шапки-то, щенки. На кого лают-то? Дальше. Щебаркульского. Это верит ему. Ну, то, что он Щебаркульскому. Это Роман Малыш верит. Почитаем про Таирея. Реакция. Как он. Вот он стоит. Пожалуйста. Это мужчина стоит или женщина? Мужчина. Мужчина. Что-то непонятно, что у него на голове. Там как платок. Вся правда об отце Владимире Головине. Вот просчитать советую. Статья очень интересная. Вот это одна статья, а его такая. Вот я прокидываю. Я потом даже по бухам скажу, сколько здесь. Ну, скажу не здесь. Вот так. Пожалуйста. Я отхожу, оставляю его. Отсюда выдержки кое-какие будут взяты. Так. Мне нужно вернуться сюда. Дальше. Так. Фридом пишет. Я не знакома с Максимом Степаненко, но лучше, чем он сказал, пока никто не сказал об Игнатии Тихоновиче. Он очень точно обрисовал психологический портрет этого уникального человека. Игнатий Тихонович единственный человек, кто через видео достучался до моей души. Это пишет Фридом этот. Он заставляет думать, а это уже дорогого стоит. Он мне очень интересен как личность, что сейчас редкость. И еще тот, кто оформил это видео. Вам моя благодарность. Начало прекрасное. Музыка, стихи. Кому это она обращается? К Виталию. К Калиникову. Юрий Соболев. Сегодня на молитве время чтения дня был как-то по-особенному, если не поражен, но тронут тем, что вы Игнатий Тихонович именуете пренебесностью синодального перевода. Истинно, это прекрасный и качественный перевод. Вот там Сергей, Ильин, другие, там свое слово настоящее. По словарю, одно слово найдет и начинает клеветать на этот перевод. Да разве можно? Я повторяю, не один из лучших, лучший в мировой практике перевод. Нет таких переводчиков. Беру свидетеля отца Александра Мене. Я далек от филологических нюансировок и тонкостей подобного разбора, но люблю и, как мне думается, немного знаком с изящной словесностью русской классики. И вот здесь тот же самый язык. Удивительность и поэтическая филигранность. Не могу говорить о переводах на иные языки мира, ни филолог, ни лингвист, но о русском языке могу. И тут солендарен с вами. Лучший перевод вряд ли на русском языке появится. Так же, как не будет второго золотого века русской литературы. Кстати, не случайно именно на этот период времени приходится этот перевод. Да, именно так. Полностью, абсолютно, сто процентов согласен и размножаю в миллионных экземплярах вот это. Это невозможно доказать. Это, синодальный перевод, как-то легко ложится на ум, на сердце, на язык. Псалтири, послание апостола Павла. Это поэзия, философия в одной структуре речи. На ум приходит лишь Баратынский в этом сравнении. Но там чистая поэзия, а тут перевод благословенный. Дальше. Максим Степаненко пишет, как-то он сейчас показывал статью. Я оттуда, ну, где меня касается, там я выбрал немного. И он говорит, вот что Игнатий сделал, ну, кто сделал? И он на себе говорит, на мою душу никто так не повлиял. Я 15 лет руководил миссионерским отделом в Томской епархии-то. Мне пришлось пересматривать всю свою жизнь. И в отношении к матери, ко всем. Почему никто меня не тронул-то? А у него ни образования, ничего, ни старика у этого. Да потому что не мое это, дорогой Максим. Дальше. Вот он пишет. Так, вот смотрю один епархиальный видеоканал. Такая же ситуация практически везде. Вот, вот. О чем говорит это везде. Проповеди маститых и идеальных слове священников имеют по 30-50 просмотров. А такие там проповеди говорят. Так что? У канала 456 подписчиков, 102 508 просмотров. Создан в ноябре 2011 года. Это Новопашина он-то теперь начинает, который против отца Владимира Головина. Вот смотрю канал 70-летнего безграмотного старика, безофициального религиозного образования. И, кавычках, сектанта Игнатия Лапкина. Понимаете, 70, ну это большая разница. А мне 79,9 скоро будет уже. Создан на год позже. В декабре 2012 года. Более 13 тысяч подписчиков. А у них 456. Более 12 миллионов просмотров. Более 13. А здесь только 100 миллионов отсутствует 2000. А у меня никого нету, только мои выступления. Так. Как так? Людям куда более интересен 70-летний старик, чем наши священники с семинарским и академическим образованием. Преподаватели семинарий и епископы. Вот так. Ответ очень прост. В век невероятного преизбытка информации людей привлекают не просто проповедники с некой правильной информацией, а личности со всеми своими талантами и недостатками. Личность из большой буквы. Яркие личности, а не поповские серые, но, в кавышках, идеальные клоны с одинаковыми занудно-правильными проповедями. Занудно-правильными проповедями. Я бы никогда не сложил это вместе. Например. Два года назад, когда два недалеких, не по расстоянию священника из Томской епархии. Ну, я скажу, кто там, это Сергей, Сергей, или его правильно назвать, Дудин, и Самсонов Алексей. Вот они там в студии изгалялись надо мной. С Америки еще один пристал к ним. И такой же недалекий, тоже не по расстоянию, миссионер из Тувы. А какой-то Антон Дулевич, знать даже не знаю, какой это выскочка. Просто смердит ненавистью. Так, начали критиковать уже упомянутого Игнатия Тихоновича Лапкина, который живет за 500 километров от Томска. И никакой деятельности в Томске не ведет. Значит, больше нечем заниматься. В Томске у них нет объекта, где они должны работать. За 500 километров заглядывают сюда, и потом ни один не встречался. Ни один. Подключили еще кто. Подключили там Новосибирский какой-то, выступает Диакон, еще один. Дальше. Так вот. Тогда видеоканал... Ты прочитай, так вот. Ну так я читаю, Антон Тихонович. Так вот. Тогда видеоканал сектанта, кавычки, имел около 3000 подписчиков. А сейчас более 13 тысяч подписчиков. То есть, 3 было, а подписчик это человек. К чему привели их корявые обличения старика? Они отвратили от его неординарных видеокастов людей. Людей, да. И ты бы на вопрос даже не смотришь. Да не так же считается. Они отвратили от его неординарных видеокастов людей. Отвратили? А ты считаешь, как повествовательное? Отвратили. Да не отвратили. Смысл абсолютно другой. Так. Они лишь только усилили интерес к этому человеку. Ну а почему? Ну а мне еще про ректор по учебной части, это у Семкин говорил. Любая реклама, антиреклама, это ваша реклама. Как-то на меня выступила одна же там Дворкин и прочее. В 20 раз увеличилась в один день посещаемость. Дальше. Ни сука. Все слышно здесь. Дальше. Артур Алехин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Поясните, пожалуйста, если не сложно. Я правильно понимаю, что Роман Малыш откровенно назвал вас еретиком? Так, подожди-ка. Ну тут уже про Романа пошло. Так. Ну ладно. Я оставлю на этом, закончим на сегодня. Сейчас я другое. Так, Алехин говорит. Хорошо, я хочу отдельный ролик сделать. Ну и сейчас наши ресурсы посмотреть. Гляну на почту. Вот отсюда заказы, книг дают. Прочтите ваше сообщение. Вот я его как вот, вот точку назвал, куда? Спам. Это я знаю, это они постоянно дают. И теперь он здесь сверху нажал, и все она выделила, она удалит их. Но мне два нужно оставить здесь. Из Англии, Великобритании тут, и из Грузии. Давнишние. А это сегодня ролики выставил, 13 роликов с утра. Я к ним еще возвращусь. Вот, все, они остались. Ну а теперь, что через мой мир? Она откроет, и наш ресурс. Вот он где. Где я в шапке? Сюда писать очень удобно. Мой мир. Зарядите, Игнатий, лапки. А почему один, Игнатий один? Потому что взлом был. Я тогда начал опять, меня не пропускает система, пришлось поставить один. Меня вынудили к этому. А теперь так и получается. Игнатий первый. Как будто Павел первый, Александр, Николай первый. Меня загнали. Потом только я уже понял, что это допустил-то здесь. Ну и вот какие бы ролики поставил сегодня. Это мы все увидим, потом вернемся. Наши ресурсы. Второе, это православный форум Игнатий Лапкин. Вот он, 1600 тем. Вот Сретение последнее. Вот что тут, какие только, что-то бывает. Такое, Рождество Христово. Вот на все откликается. 1600 разных тем. Дальше. Что у нас еще тут богатое такое? Это канал. Канал. Вот интересно. Канал тут многие принимали в участие. Но первое, кто меня оттолкнул, это Самира Тагеева. Мусульманка. Она отец Игнатий. Вам надо свой канал заводить. У меня первые ролики я поставил. Они туда-сюда, куда-то их, ну, куда поставил-то. Там на форум или куда-то. Нет. А я говорю, что-то такое. То есть не знаю. А теперь 9700 роликов у нас. Это за 6 лет. Вот как у нас выглядит он православный. Видео-канал открытым оком во свете и Библии. И рядом написано Игнатий Лапкин. То есть я отвечаю не общенно. Еще раз повторяю. И вот, что поставили. Сегодня утром поставлены мной были. Ну, вчера тут вот как раз про романа два ролика. А сегодня добротолюбие. Выставляю каждый день. Какой это номер у него? 32-й. 32-й ролик. 5 томов добротолюбия. Ну, вот который начинает на меня нападать. Ну, у них есть это? Нету. Ну, полезный материал. Дальше. Архипелаг, ГУЛАГ. Какой номер? 66-й. А их 76 роликов сделано. Кто-то делал это. Тоже разбили по частям. Кто-то помощники. Что? 10-й. И все. Закончится архипелаг, ГУЛАГ. Нужен? Нет. Нападают, которые создали какой-то материал? Нет. Притом ни один. Никто. А их этих, которые против меня были, которых я заблокировал, три с половиной тысячи. Теперь уже четыре тысячи определенно. На четыре тысячи ни один еще не создал. А это Библия насчитана. Какой? 67-й ролик идет. Уже псалтырь. По порядку до откровения. Дальше у них этого нету. А дальше что здесь считаем? Это том 2-й уже пошел о статуях. Иоанна Златоуса. 1265 роликов. У них есть что-то? Ни одного нету. Дальше проповеди. Ну, я не знаю, сколько у меня проповедей там. Ну, где-то, наверное, около 500. Вот по одной выставляю. Это не маленькие проповеди. Вот если посмотреть, вот архипелаг, ГУЛАГ. Сейчас 23. Библия-то 33. Добротолюбие минут 33. Златоус 45 минут. Проповедь 20 минут. Ну, и так же. Златоусы считают у нас. С Васей беседуем. Беседует Сергей. Жития святых. Это очень большой материал идет. Ну, кто-то, вот я наблюдаю здесь. Кто-то приехал. Дальше одна из книг. Выставляю в неделю один том. А этих томов не один, не два. 33 тома открытым оком. Они могут поставить. Да не из странички. Беседуя, на меня вышел иконописец. Мы давно знакомы с ним. Вор, карманник. Вот. И обратился он где? В моем доме. А как обратился? Ну, когда он отбывал, называется там, уже расконвоированный был. Он в милиции там была опорная точка у милиции-то. А в это время грабили вагоны. Я пришел, и милицию стал там упрекать очень сильно. Ну, а он, я сидел, говорит, я испугался. Тогда разве с милицией так разговаривают? Разговаривают. И вот он обратился. Вот занятия идут. Сколько? Один час 34 минуты. Ну, эти какие? Вот книгу насчитать. Вот она считается. 25 минут. Она листается. А 752 страницы за 25 минут не просчитаешь. Все время каждую страницу надо тормозить. И события дня. 40-40. Вот посчитаю, сколько? 13 роликов. И сегодня еще примерно 3 поставлю. А у них ничего нету. Нету ничего. Так. Православный библейский сайт. Самая цена – это вопросы. Наши вопросы идут. Хорошо. Здесь мы посмотрим. Это у нас Библия у меня открыта сегодня. Вот грех. Сейчас такой папку беру по новому вопросу и озвучим. Читаем. Так. Вопрос 2047. Восьмой том открытым оком. После вступления в монахи и отрешения от мира не все же могли выдержать строгие нормы поведения. Что делали с нарушителями устава? Ответ. В монастырях были не просто нарушения устава, а злостные и коварные жители. Тут я сказал вот так. О монахах так говорите. Так. Я не просто говорю. Я из жития сейчас буду говорить в кавычки, закавыченное. Так. Написал-то Дмитрий Ростовский-то, митрополит. Это может быть сотая часть, что ему дошла. Так. Пострижение. Это не рождение свыше. А потому туда люди приходили со всем накопленным багажом. И там все это проявлялось. Матфея 1234. По рождению Ехиднины, как вы можете говорить добрые, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста. Алипий Печерский, 17 августа. Кавычки открыты. Это взято до буковки из жития святых. Был еще некто из того же города Киева. Муж благочестивый. Сей построил церковь и пожелал иметь семь больших икон для украшения церкви. Сей муж отдал серебро вместе с досками, предназначенными для начертания икон. Дву монаха монастыря Печерского, знакомым ему, попросив их посоветоваться со святым Алипием относительно написания икон. Но монахи ничего не сказали Алипию, а серебро присвоили себе. Это в монастыре. Спустя некоторое время тот муж послал спросить монахов, написаны его иконы или нет. Они отвечали, что Алипий требует еще серебра. Потом, снова взяв серебро, присланное от мужа того, присвоили его себе. Затем, дойдя до крайнего бесстыдства, сие два монаха снова послали сказать тому мужу, клевеща на святого, что Алипий требует еще столько же серебра, сколько получил. Христолюбивый муж тот отдал серебро и в третий раз, сказав, я весьма желаю получить молитвы, благословения, отдела рук его. Святой же Алипий ничего не знал о том, что делали монахи. Ничего не знал. А там в монастыре, как это называется, какая статья? Наконец, муж тот послал еще раз узнать точно, не написаны ли уже иконы. Мнахи же те, не зная, что ответить, сказали, что Алипий взял все серебро, трижды посланное, но икон писать не хочет. Тогда христолюбивый муж тот прибыл в монастырь, Печерский, вместе со своей дружиною. Отправился к Игумену Никону и рассказал ему о причине печали, нанесенной ему, якобы Алипии. Игумен, позвав Алипия, сказал ему, для чего ты, брат, наносишь такую обиду всему сыну нашему, который весьма упрашивал тебя написать иконы и дал тебе серебра, сколько ты просил. Но ты, взяв так много серебра и дав обещание написать иконы, не написал их, хотя в иных случаях писал иконы без всякой платы. Блаженный же Алипий отвечал на это. Честный отец, ты хорошо знаешь, что я никогда не выказывал ленности в деле семь, но сейчас я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Когда Игумен снова сказал ему, ты взял тройную цену за написание семи икон, но до сих пор ты не написал их, и тотчас, желая обличить святого, приказал принести доски, предназначенные для написания икон. Доски те за день перед этим видели стоявшими в одном из монастырских строений, и на них не было ничего изображено. Игумен приказал также позвать и тех монахов, через посредства которых он и муж передавал серебро святому, дабы и сие монахи обличили Алипия. Это правильно делать, так следуйте или делают? Посланные же за досками нашли их весьма искусно расписанными и принесли их Игумену. Увидався я, все бывшие там весьма удивились и впали в великий страх. Потом с трепетом пали низ на землю и поклонились тем образам, в образам созданным не рукой человека, именно образу Господню, образу Пресвятой Богородицы и прочим образам святых божьих. Пришли те два монаха, которые оклеветали Алипия, не ведая ничего о всем чуде. Они вступили в пререкание со святым, говоря, вот ты взял тройную цену, а икон писать не хочешь. Услыхав эти слова, все бывшие там показали тем монахам иконы, сказав, вот эти иконы, написанные самим Богом, удостоверяют невинность Алипия. Монахи же те, увидя иконы, пришли в ужас от столь великого чуда. Они тотчас же были обличены Игуменом в воровстве лжи, были изгнаны из монастыря и лишены всего имущества своего. Но сие монахи не прекратили злобы своей, они стали распространять в городе Хулу на преподобного Алипия, утверждая, будто бы они и сами написали те иконы. Начальник же наш, говорили они, не желая вознаградить нас за труд, дабы отстранить нас от работы, салгал относительно икон, что будто бы они написаны самим Богом, восхотевшим оправдать Алипия. Услыхав такие речи, многие граждане пошли из города в монастырь, дабы видеть те иконы и поклониться им. Однако многие из граждан поверили тем монахам, оклеветавшим преподобного Алипия. Поклониться им! Им! Слово это взырнуло. И кавычки закрыты. Вот. Что в монастырях были, не были, что делали, что делалось там. Другой случай. Так, Паисий Великий, 19 июня, кавычки открыты. Среди учеников преподобного Паисия был некий старец, который имел совершенно мирские обычаи нрава. И когда иноки для наставления приходили к преподобному и слушали его богодухновенные слова, слушал с ними и старец тот, но пользы от этого он никакой не получал, ибо не имел в себе хорошо возделанной и влажной почвы. Но сердце его было, как камень, ожесточено, и потому доброе семя божественных бесед не могло в нему укорениться и прозябнуть. Вот. Я не случайно показываю это дело. Потом я буду говорить о романе, вот это полностью к нему приходит. Он в моих книгах только выискивает против меня что-то. Дальше. По временам он даже поносил слова святого, ибо, отойдя от лица преподобного, старец тот перед другими братьями иногда позволял себе и ругаться над беседами святого Паисия, говоря при этом одну только растлевающую хульную ложь. Это прямо вот роман делает, что против меня. Как и подобает людям мирским и нечестивым. И некоторые иноки соблазнялись хулениями, слышанными от него. И иноки даже соблазнялись, ничем ли более люди простые. По прошествии довольно продолжительного времени братья, не желая более слышать развращающих слов его, но не смея сами поведать о том святому отцу, отправились к некоему боголюбивому и удобродетельному подвижнику, жалуясь на того злонравного старца. Тогда подвижник этот отправился вместе с ними к великому Паисию. В то время, когда святой наедине упражнялся богомыслие, послышался ангельский голос. Да известно тебе будет, отец, что старец тот, который находится вместе с твоими учениками, производит соблазны и совращает других братьев. Это полностью роман, что делает этот малыш у нас. Итак, нужно пересечь бесчинный его обычай и исправить его при помощи заповедей. На сей голос святой Паисий ответил, давно бы сделал это, если бы знал, что могу исправить его. Но так как дьявол готов погубить его, и являясь заманивать его своим коварством в сеть свою, то поэтому я не могу сказать ему что-либо жестокого, дабы он не принял слово мое с горещью и не счел его для себя обидным. Ведь в этом случае он может выйти из среды братьев, и из пустыни, и снова пойти в мир. Вот это больше всего они боялись, как смерти. Когда Писание говорит, согрешит брат, выговори ему, выговори, то все они по Евангелию говорят. Тогда я окажусь виновником его погибели, и буду повинен пред Богом, так как не мог претерпеть брата, обуреваемого врагом. Нужно же молиться о нем, да исцелить его Господь от такого недуга. Сказав это, он начал молиться о старце том, и тотчас же увидел хуйного бесстыдного духа, исходящего из старца. Потом с тем боголюбивым подвижником пришли братья к отцу. Но прежде чем стали рассказывать о бесстыдном старце, пришел и он вслед им, и припав к ногам святого отца, стал слезами омывать их, каясь и прося прощения, и обещая исправить свою жизнь. После этого он стал кротким и послушливым. Он с радостью слушал благодухновенные беседы, исходящие из уст преподобного отца, и всячески старался исполнить на деле то, что воспринимал из его поучений. И вскоре он многих превзошел добродетели и стал опытным отшельником. И все это при помощи по молитвам святого Паисия и спросившего ему у бога великую милость. Опрос 2048. Чем можно сегодня объяснить, что такие умные люди, образованнейшие представители своего времени, не служители богу в миру? Или это позднейшее добавление к их биографии, что они шли в горы, в монахи? Ответ. На этот вопрос трудно ответить, потому что документов в том времени уже не добыть. Да, и документы-то все побывали в руках этих монахов, а они искусно подделывали, как хотели и что хотели. Этим пользовались всегда те, кто чтил в первую очередь не бога, не славу иеговий искал, а честь друг у друга. И был социальный конфессиональный заказ на биографию, и они переписывали такие биографии жития на свою колодку. Так даже Иоанна Кронштадтского католики называли своим латинянином, что Иоанн категорически отрицал. И святых еретики выдавали за своих, чтобы их авторитетом сломить непокорных, ибо во времена апостолов были поддельные подписи под еретическими посланиями, что Павел и разоблачил. Второй Фессалоникийцам 2.2 Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами на посланного, будто уже наступает День Христов. Римлянам 3.8 И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Там будто бы нами посланного послания, будто бы мы так учим. Так что, может быть, все жития в этом плане, где говорится о знающих путь спасения, что они были монахи, весьма сомнительны. А может, и были они иноками, значит, это поветрие, эта заноза сидела глубже, чем любовь к Богу, по слову его святому и неизменному. Это я отмечаю с кафедр в университете. Исидор Пилосиоцкий, 4 февраля. Кавычки. Кавычки. Он происходил от благородных и благочестивых родителей и был родственником Феофилу, архиепископу Александрийскому, и святому Кириллу, преемнику Феофила. С успехом изучив светские науки и навыкнув в божественной премудрости, Исидор пожелал посвятить себя на служение Богу. Еще в молодых летах он оставил славу мира сего и богатства, и презирая знатность своего происхождения, им все почитая как бы в запрах, ушел в гору Пилосиоцкую. Там, приняв иночество, он проводил строгую подвижническую жизнь. Духовная мудрость и строгая жизнь Исидора собрали к нему многих ревнителей благочестия, которыми он избран был в сан настоятеля и пресвитера. Строгими подвигами и высокой образованностью преподобный Исидор приобрел в себе такое уважение, что не только епископы и вельможи, но и сам император и патриархи Александрийские обращались к нему за советами и наставлениями, и он у всех был в большом уважении. Левки, 20 июня, кавычки открыты. Как мальчик островный, все усваивший быстро и без особых усилий, Евтропий с помощью Божией настолько успел в книжном учении, что превзошел в этом отношении многих. Притом он был кроток, преисполнен смирения и послушания. Всем жившим в монастыре он служил с усердием, и все любили Евтропия. Одни за его добронравие и послушание, другие за его книжную начитанность и знания, дарованные ему Духом Святым. Блаженный игумен Никита приставился ко Господу, когда Евтропию было еще только 17 лет. Несмотря на это, братья, посоветовавшись между собою, просили юношу еще не постриженного выночества, быть их игуменом. Стихотворение Вникая, все примеривай к себе. Увидишь, не спасет ни царь, ни храм. Поймешь, что в Библии спасение для людей. Запомни, если сможешь наизусть, стихи и главы чудных изречений. Во всех событиях за все мой Иисус раскаившимся дарует прощение. Не заменяй ничем библейских строк, как Ветхого, так и Нового Заветов. К отступникам Бог и Его строк лишает смысла своего совета. Читая, развивай воображение, а если бы и я участник был событий тех и тяжких поражений, мой дом и я пошли бы на распыл? Уже известное, знакомое и слово внезапно вспыхивает. Это обо мне. И перечитываешь читанное снова переживание ближе и больней. Феофилак блаженный растолкует, казавшееся ясным и понятным. С писанием и страданий ликуют среди волков невинные ягнята. Ответ. Как поступить? Что только так? Ответить на допросах и в беседах? Вкушайте Библию в обеты натощак. Она вам гарантирует победу. Игнатий Лапкин на 6.07.2003 года. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Чтобы помолиться, просу репещет. Это старшая сестра. Вот видишь, какое стихотворение захватили. Сколько там у нас? 34-35 минут. Ну, на этом на сегодня хватит. Мы перейдем сейчас к другому ролику про действия, которые тут с Романом происходят.